Дожить до 100 лет. Такое пожелание обычно звучит в адрес именинника. И у некоторых это пожелание становится реальностью. Сегодня в московском районе города над Бугом проживает 8 долгожителей, которые перешагнули вековой юбилей. Столетие отпраздновала и брещанка Любовь Фёдоровна Терещук. Она из того поколения, на чью долю выпало слишком много всего. Коллективизация, Великая Отечественная война, послевоенная разруха, восстановление народного хозяйства, перестройка, развал СССР. Одним словом, хватило бы на несколько поколений. Отец в городе работал. Стали строить дом. Работы никакой. Жили очень бедно. Словом мамы, конечно. Ну, в послевоенное время. Так же и довоенное. Страшно было. Мало того, что страшно военные действия, страшно, что отвозили в Германию, вывозили. Прятались, всё время прятались. Землянка, землянки тоже меняли, чтобы уцелеть. Страшно. Полицаев страшно было, может, страшнее, чем немцев. В гостеприимном доме Любовь Фёдоровна собралось много гостей. Близкие родные спешили поздравить родного и любимого человека с праздником. В день юбилея поздравить именинницу пришли и представители администрации Московского района города Бреста, районного совета ветеранов, коллеги по бывшему месту работы и представители депутатского корпуса. Всегда нам приятно пригодить к таким людям в гости, сказать им спасибо за их жизненный путь и учить небольшие подарки. Поэтому здоровья вам, вашим внукам и правнукам. В электронной среде добавить, чтобы пример вот такой заботы о вашей маме, чтобы был пример и для внука, и для всей вашей семьи. Сто лет – это не просто долгий жизненный путь. Это еще огромная мудрость и опыт. И невероятная, как демонстрирует сама Любовь Фёдоровна, бодрость духа, которую она не теряет и сегодня. Сегодня мы видим, что человек живет в заботе, в уюте, во внимании. Она вырастила не только детей, она вырастила и внуков, и правнуков, которые достойные люди и которые всегда окажут помощь. Человеку, которому уже, извините меня, целый век. Человек, прожив большую жизнь и увидев годы Великой Отечественной войны, увидев становление нашего государства, работая на ковровом предприятии, который пережил тяжелые годы перестройки, и потом увидев стабильность в нашей незалежной республике Беларусь, конечно, она понимает, что это будущее, и она сама еще смотрит будущее. И дай Бог ей доброго здравия. И Белорусский союз женщин всегда поддержит таких женщин. Ведь глаза у нее сегодня искрятся и говорят о том, что она видит этот мир в хорошем, теплом свете. У Любови Фёдоровны одна дочь и шесть правнуков. Один из них, Антон Рябошапка, всегда рядом, помогает, греет ее своей любовью и заботой. Родные рядом, а это главное. Девочка, доченька, хочу, как у детей жили доброе. Всегда заботилась у нас, добрый, любящий. Конечно, столько бабушку, отца, меня. На празднике по случаю юбилея Любовь Фёдоровне вручили новый паспорт. Ведь 100 лет – хороший повод, чтобы его поменять. Новый паспорт! Таких долгожителей в московском районе областного центра всего восемь. Сейчас в их скромные ряды добавилась Любовь Фёдоровна. Каждый из них важен, ценен и очень дорог. Доброе и трогательное традиции – это чествовать жителей московского района, которые достигли 100-летнего возраста. Хочется прийти и сказать людям спасибо за их жизнь, за их нетрудолюбие, за то, что они восстались после войны и в дальнейшем трудились на благо нашей Родины. И поэтому всегда приятно, когда прийти и поздравить их жителей.